Музыка Однажды предыдущий любавческий рэбэ Йосефискак Шнерсон созвал своих хасидов, хабадников, на Итваадуд, на Фребринген, и сказал им, давайте выпьем водки. Я хочу пожелать вам, чтобы эта водка пошла прямо, и чтобы вы тоже ходили прямыми путями, но этого мало. И тут возникает вопрос, что имел в виду рэбэ? Ну, во-первых, что такое Итваадуд, что такое Фребринген? Это собрание хасидов, которые собираются все вместе и слушают слова Торы, которые им говорит или рэбэ, или их местный раввин. Но отличие хабада от всех остальных движений хасидских в том, что хабад – это русское движение. И хабадники понимают толк не только в словах Торы, но и в водке. Они умеют соединить возвышенное и земное. И поэтому на их Фребрингенах пьют водку. И рэбэ сказал им, давайте мы выпьем водку. Но что он имел в виду по словам прямо? Дело в том, что у Торы есть много смыслов. И когда мы читаем какие-то законы, которые есть в Торе, то там есть как бы низко уровней понимания. И если быть более точным, это четыре уровня, которые называются пардес, то есть сад. Это шифровывается так – пшат, рэмэш, драш и сад. То есть простой смысл, намек, комментарий и тайна. Тайна – это тот уровень, который обычно в последние годы называют кабалой. Так вот, когда человек выполняет все по простому смыслу, и это сказал рэбэ, то это как бы минимум, который от него необходим. Ну что такое по простому смыслу? Сказано нам – не убей. Мы понимаем, что взять нож и всадить кому-то в сердце нельзя. Но жизнь, она ведь не черно-белая, она цветная, она как спектр. Поэтому убить ножом – это нельзя, мы все понимаем. А как насчет аборта? Или, скажем, сказано в Туре – не укради. И нам понятно, что запустить руку другому человеку в карман и вытащить у него кошелек – тоже нельзя. Ну а как быть, если мы кому-то ставим подножку? Мы этого человека не любим, мы не даем ему продвинуться вперед в своей карьере. И мы не даем ему больше денег заработать. Это ведь тоже получается, как воровство. И вот именно это то, что имел в виду Любович Киробе. Что да, конечно, по простому смыслу это необходимо. Но нужно нам жить более сложно, поскольку жизнь более сложная. И понимать, как нам себя ввести в этих комплексных ситуациях. То есть нам нужно не только постигать на более высоком уровне Тору, но и стараться жить в соответствии с этим постижением. То есть не только по простому смыслу не красть, не засовывать руку в карман другому человеку, но и помогать ближнему. А как себя ввести? В этом смысле нам помогает Тора. Она для того и дана. Там есть законы, изучая которые мы знаем, как правильно себя ввести в этом сложном комплексном мире. Редактор субтитров А.Семкин